Генеральная реконструкция Шадринского отделения Сбербанка завершена. 28 июня состоялось торжественное открытие центрального офиса компании. Клиентов прямо на крыльце встречал и провожал живой рекламный бренд банка ZEVS. Какое же славное место этот город Шадринск. А вот интересно, могли бы мы здесь жить и дела божественные здесь творить. Самый крупный на сегодняшний день универсальный офис Сбербанка в области приехал посмотреть курганский управляющий. Гость из областного центра отметил, что открывающиеся на днях отделение в Кургане будет меньше Шадринского. Будут, конечно, и больше, но это будет уже потом. Для нас Шадринск это очень важный такой, я бы сказал, якорный пункт, потому что этот офис, он одновременно предоставляет сервис Сбербанка пяти районам. Не буду всех перечислять, потому что вы их прекрасным образом знаете. В этом офисе мы одновременно предоставляем услуги для всех категорий наших клиентов. Ежедневно центральное шадринское отделение Сбербанка обслуживает около 700 человек юридических и физических лиц, которые, как отметил Алексей Павин, не должны ждать своей очереди более 10 минут, на что и сориентирована вся новая программа обслуживания. Все началось, конечно, с Ефремова, 14, где были вот именно сделаны начальные стадии в городе Шадринске. И она себя очень так хорошо зарекомендовала, потому что, во-первых, все очень понятно и все очень быстро. То есть вот эта система, которую Сбербанк внедряет, именно электронные очереди и прочие-прочие вызовы, она дает именно положительный результат. И здесь она, я думаю, еще в большей степени будет внедрена. Поэтому эти продукты, которые Сбербанк внедряет, они дают положительный результат. Хотелось бы, конечно, чтобы еще улучшалась и программа обеспечения. Но я думаю, это тоже будет впереди. И вот мы все с Татьяной разговаривали об этом. Потому что в программном обеспечении, конечно, есть еще определенные проблемы. Но данный коллектив, я думаю, работает. И думаю, все будет у них хорошо. У нас эта зона открывается в городе впервые. То есть сейчас мы проводим работу, обзваниваем клиентов, рассказываем про данный формат обслуживания. Клиенты, конечно, интересуются и приходят, уже заполняют ангеты. Это индивидуальное приоритетное обслуживание в выделенной зоне. Также возможность получить подробную консультацию по любому банковскому продукту у одного специалиста. Выделенная телефонная линия в контакт-центре. Ну и конфиденциальность обслуживания. Чтоб подчеркнуть торжественность момента, Сбербанк сегодня поздравляем. Пусть вам сопутствует успех вершин доселе неизвестных покорения. И вот огонь с Олимпа ныне вам вручаем. Если вы помните, как раньше Сбербанк выглядел, то есть там были перегородки, какие-то там высокие бордюры. Сейчас все сделано для максимального полного и открытого общения с клиентом. То есть как с юридическими лицами, вот здесь вы видите, так и внизу с физическими лицами. Плюс там работает система электронной очереди, которая оптимизирует клиента потока, распределяет по операциям. Все это предназначено для того, чтобы клиент максимально быстро получил необходимые ему услуги. Скажите, все те минусы, которые были раньше, они все превратились в плюсы? Я надеюсь, что все. Если даже какие-то остались, то мы их будем планомерно устранять. Ну и самое главное, что изменилось для шадринцев? Не тех, кто здесь работает, а те, которые сюда придут. Новый офис, он полностью соответствует всем стандартам, принятым сейчас во всем Сбербанке. Это раз. Во-вторых, мы увеличили количество устройств самообслуживания. То есть там работает зона 24, то есть можно круглосуточно попадать. Например, есть такие операции, которые клиент может совершить в устройстве, то есть не ожидая там пока освободится специалист по обслуживанию, да, то есть он может подойти к устройству и все сделать. То есть там у нас, причем этот набор, набор вот этих операций, он увеличивается практически ежедневно, то есть добавляются разнедлительные функции, там заплатить за телефон, да, без комиссии, коммунальные услуги, там штрафы, ГИБДД, там налоги, перевести деньги, как, например, со счета на счет в Сбербанке, так и в другой банк, ну, то есть там огромное количество услуг. А если вы частный клиент, да, то есть не юрлицо, то там, соответственно, на первом этаже у нас полностью, первый этаж – это зона для обслуживания физических лиц. То есть подниматься сейчас никуда не надо. Ну, на самом деле, самое главное, чтобы всегда на высшем уровне у вас был клиентский сервис, это самое главное. Все должно быть для клиента, что для ВИП-клиента и просто для рядового жителя города. Это самое главное, чтобы вот люди наши сами не чувствовали вот этой разницы. Скажу, мне нравится, потому что очень много стало автоматов, очень удобно людей платить за ЖКХ, хоть за все эти платежи и снимать, в общем, удобно и пенсию, пенсию и так далее. В общем, мне нравятся карточки. Я успела заметить, сейчас не создаются очереди, как раньше было, то есть это был сейчас европейский стандарт, мне нравится, сразу же оглашает, вы видите, сразу там это на экране и говорят, то есть озвучивают, то есть подойти к какому окошечку, мне это нравится, очень хорошо. А нет очередей, все благо для человека. Да, удобнее, гораздо удобнее. Там был всего один банкомат, здесь много, здесь гораздо удобнее пользоваться. А по территории много банкоматов, по территории города? По территории города, ну, как-то мы привыкли вот сюда ходить, поэтому нравится сюда приходить. Еще хотел бы отметить, сберегательный банк является всегда нашим постоянным помощником во всех вопросах, во всех мероприятиях города Шадвинска, оказывают и методическую, и финансовую помощь. Под методическую я что имел в виду? Вот на примере последнего шадвинского инвестиционного форума, который был в том числе пройден совместно со сберегательным банком, потому что они взяли на себя организацию круглого стола, одного из круглых столов, за что им, конечно, спасибо. Ну и отдельные слова благодарности, конечно, за постоянную финансовую помощь.